Слава нашему Господу! И там идет история, рассказывается, как Елий Мелех со своей семьей уходит от голода из Вифлеема в землю в Моав. Моав, он и два его сына умирают там, история нам знакома, оставив после себя жену Найминь со снохами, мавитянками Руфью и Орфой. Найминь решает одна вернуться на родину, и вот Орфа попрощалась с ней, а Руф идет со своей свекровью, она ее не оставляет. Найминь и Руф приходят в Вифлеем в начале жатвы. Такая история. Книга Руф не очень большая, там несколько глав всего, но книга рассказывает историю исключительно верности и любви. Она повествует о величайшей верности и огромной любви. Это верность невестки к своей свекрови, а с другой стороны, это любовь богатого земледельца Вуоза до бедной вдовы Руфи. И история происходит, как мы прочитали, когда судьи были, и жизнь во время судьи, в эпоху это время проходит, когда Израиль пребывал в состоянии упадка духовного, то есть как бы анархия была. Делали, что хотели, такое время тяжелое было для Израиля, но книга Руф подчеркивает нечто противоположное. Когда мы читаем книгу Руф, там говорится о другой стороне. Несмотря на тяжелое время, были личности хорошие, хорошие, которые были верные Богу личности, и которые в этот период Израиля соблюдали заповеди Господни. И здесь в книге Руф о них описывается. Особое место в книге отводится, как раз вот занимает Моавитянка Руф. Язычница, она язычница, обращается к Богу, она вдова. Да, нелегко ей, ей очень нелегко на чужбине, да при том еще и вдове. Ей очень тяжело. Но Бог видит богобоязненно ее состояние, Руф, ее поведение, ее сердце, и помогает ей через людей. Мы вспоминаем дальше, можем читать, как Вооз оставляет колось, оставляет пропитание на целый день. Муж Руфи умер, мы слышали, она вдова и пришла в Вифлеем. Давайте посмотрим, что дальше происходит. И в законе предусмотрено, скажу так, что ключевое слово, или как бы центральное слово книги Руфи, это выкуп. Там история любви, верности. Но самая главная, центральная мысль книга Руфи, это искупление, выкуп вот этой Руфи, ее выкупает Вооз. И вот закон, который был раньше в Израиле, предусмотрен брак с родственником для бездетных вдов. Если осталась вдова, закон говорил, поступай так, так и так. Чтобы обеспечить потомство умершему мужу, его брат должен был взять ее, жениться на ней, на вдове, и от нее иметь детей, чтобы род не закончился. Но брата нет. Но брата нет, он тоже умер. Что делать дальше? Вооз не был ближайшим родственником. Вооз был родственником, но не был близким родственником. И поэтому он не был обязан жениться на Руфи. Он не был обязан жениться на Руфи. Поэтому было предложено родственнику, который находился в родственном отношении более ближе к Руфи. Потому что закон так просил. Ты не можешь перескочить один через другого. И было предложено родственнику, который находился ближе, чем Вооз. Вот. И я хочу, чтобы с этой книги мы взяли сегодня вечером глубокое для себя нечто. Нечто. Давайте мы поразмышляем дальше. Вот. И я сразу вопрос задаю. Кто раньше пришел? Закон или Иисус? Закон пришел раньше. Родич, родственник должен быть раньше. Иисус пришел позже. Он сказал Руфе на поле, я хочу искупить тебя, но не могу пока. Разговор. Там Наименьева сказала, как вести себя на поле, и все. И вот разговор проходит, и возговорит Руфе, я хочу тебя выкупить, но не могу пока. Есть закон, который постанавливает, как сделать. Я хочу сделать, но право первого выбора за этим близким родственником. Я спрошу его первым. Я спрошу его первым, говорит Вооз, и как тот родич или мой родственник, как он поступит. И на следующий день, мы читаем здесь, написано, мне кажется, через два листа, Руф, четвертая глава, первый стих. Вооз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Вооз, и сказал ему, Вооз, зайди сюда и сядь здесь. Тот зашел и сел. Вооз взял десять человек из старейшин города и сказал, сядьте здесь, и они сели. И сказал Вооз родственнику, Наимень, возвратившись со сполей Мавицких, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елемелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать, купи присидящих здесь и престарейшинных народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я. Тот сказал, хорошо, я выкупаю. И дальше мы читаем, чтобы сокращать. Он согласен был, но Вооз говорит, ты выкупишь поля, но ты должен купить и Руф, Мавитянку. И, то есть, написано так, ты должен купить у Руфи, Мавитянки, все, жены умершего, и должен взять ее в замужество. Ты должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в деле его. Вы видите, какая ситуация проходит. На следующий день он взял десять старейшин. Это прообраз десять заповедей. Пришел родственник, родич. Здесь не упоминается имя родственника. У закона, который был закон, дан в Ветхом Завете, нет имени. Десять старейшин, которые у ворот сидели, это как прообраз десять заповедей. У родственника нет имени, но имя есть у Иисуса Христа, слава Ему. Вот это прообраз Иисуса. Руф – это мы с вами. Родственник – это закон. Десять старейшин – это десять заповедей. И вот они собрались все, и мы посмотрим ситуацию, что произойдет с Руфью. Да, земля нравится, да, я бы взял то, но когда ты скупаешь это, ты должен купить и вот это. Но там написано, что, его спрашивают, если ты выкупишь землю, то придется жениться на Руфе. Родственник сказал, не могу. Как обуза будет ему? Не могу, за землю я окей, как мы говорим. А вот ее, зачем мне она? Я не могу. Закон, который был, он не может измениться. Он шел правильно и хорошо на то время, но он поменяться не может. И там написано было, что Мавитянка не может, не войдет в собрание Божие. А как это быть дальше? Закон не поменяется. Как ее забрать? Но ее нужно выкупить. Если он женится на ней, то скомпрометирует себя, свои стандарты. Он не может этот родственник взять ее, потому что для него бы это унизительно. И закон отказал. Я не могу, я не могу принять, чтобы не настроить своего наследия. «Прими ее ты!» Воозу сказано. «Прими ее ты!» Это сказал родственник Воозу. Что это значит, друзья? Закон не мог спасти или искупить вас. Он не может, не может опуститься до нашего уровня. Я не могу, если я опущусь до этого уровня, я запятнаю себя. Я не могу. Слишком большая цена, чтобы взять рувь на себя. Что скажут соседи? Да она же! Кто она? Она даже в собрание Божие не может войти. Как я буду с ней? Что я буду делать? Слишком большая цена. Не могу. А Иисус опустился до нашего уровня и поднял нас. Слава Ему! Знаете, кто я был? А кто ты был? Я в Иезекииле сейчас открыл 16 глава 6 стих. Иезекииле 16 глава 6 стих. Я увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе в кровях твоих, живи! Я сказал, это Господь говорит в кровях, живи! Он подобрал меня. Он поставил. Он не погнушался. Он говорит, я тебе искупляю. Сын мой, дочь моя, я не посмотрю, кто ты был или кто ты была. Некоторые люди посмотрели, она мне невыгодна. Я не могу ее взять. Да кто она такая? Иисус опустился до уровня тебя и меня и поднял, и искупил, и назвал сыном своими, дочерью, и обещает небеса славы Иисусу! Вы знаете, я когда-то говорил на эту тему, но я хочу еще и еще раз говорить, когда я слышу, что Господь опустился до моего уровня. Знаете, такой гимн есть. Повесть чудная, вечно новая. Слушать, я ее всегда готов. Повесть чудная, вечно новая. Про Спасителя любовь. Слава Ему! Если я про любовь Господа, я буду служить день и ночь. Потому что я знаю, что я заслуживал. И ты знаешь, что ты заслуживал. Но Господь опустился и сказал, я тебе покупаю, я искупаю тебя от твоих беззаконий, от смерти, от болезней, от проклятия. Я искупаю тебя. Я заплачу большую цену. Никто не мог. Никто не мог. Никто не мог. Никто не мог. Никто не смог совершил это сделать. И здесь это искупление произошло. И в Израиле было при выкупе такой обычай. Один снимал сапог и давал другому, как бы говоря, я отказываюсь от своего права на искупление. Дальше мы там повествование это читаем. Вооз говорит, дай мне свой сапог. Дай мне родственнику. Ты отказался, я беру твой сапог. Когда родственник отдал обувь, тогда этот родственник потерял право на руф. Руф, как мы слышали, это мы с вами. Мы невеста Христа. Вооз это Иисус. Родственник это закон. И сказал Вооз, вы свидетели. Вы все свидетели, которые собрались здесь. Я покупаю на имени все Елемилехова и все Хелионова и Махлонова. Махлон это муж Руфи. Он умер. А Хелион брат его. Что значат их имена? Вы знаете, я иногда просматриваю Библию и смотрю имена, которые давали. Как на имени говорит я горькая или как там перевод бывает. Например, скажу Иуда, хвала Еговы. А здесь получается Махлон. Его имя Махлон это болезнь. А Хелион это смерть. И вот Махлон у нее был Руфи муж. И вы знаете, означало болезнь. Это была болезнь. Означал. И наш небесный Вооз, наш Иисус Христос говорит, в этот день я покупаю все. Я выкупаю все, что Бог дал человеку. Все это было утрачено и потеряно. Здоровье, деньги и все, что ты благословение. И это я все выкупаю и даю тебе. Слава Богу. Я все это покупаю. Я все даю тебе. Возвращаю, что сатана украл. Дьявол нас обесточил. А Иисус говорит, я все возвращаю. И Бог дал человеку все, что было утрачено, потеряно. Иисус говорит, что Он выкупил все. То есть искупил. Выкупил нас от смерти и болезни. И вот эти два брата, они умерли. Они умерли. Я выкупил все, что связано со смертью и болезнью. Я все это выкупил ради церкви моей голубицы. Я это все сделал ради тебя, сестра и брат. Говорит Иисус. Я это совершил и сделал. А ты пользуйся и прославляй меня. Как сегодня первый брат говорил. Они освободились и с Египта вышли. Они как славили Бога. А он говорит, сравните, что нам сегодня Иисус дал. А мы молчим. Он освободил нас от проклятия греха и дал вечную жизнь. А мы не славим. Написано, мы славили, радовались мы. Господь вывел. Евреи были радовались. А мы сегодня молчим. Да, Он выкупил нас от болезни, от смерти, от греха, от всего. И это сделал ВООЗ, наш небесный жених. Слава Ему Иисусу. Слава Богу нашему. Я выкупил все, то, что было потеряно. Сатана украл. Не может больше рядом с вами Иисус получил. И тот родственник больше не имеет права ходить, как мы говорим, по property, по территории, то, что купил Иисус. Не позволяй. Господь сказал, родственник или кто-то еще, он не может ходить по твоей территории. Твоя территория принадлежит Господу. Слава Богу нашему. Он все это забрал. И знаете, раньше не могло что-то быть у Руфи, потому что муж махлон, болезнь. Болезнь означает. И он выкупил Иисус все. Это не все, что я вот сказал. И когда ВООЗ женился на Руфе, это не конец. Руф держит сына ВООЗа, ребенка. Когда она была замужем за болезнью, с таким именем можно что-то, что-то ожидать. Сложно было. Болезнь означало. Вот. Она сейчас родила Овида. Он стал отцом Мессия, который стал отцом Давида. Чудная история. Чудное повествование. Иисус наш небесный жених. Позвольте ему любить тебя. Любить вас. Он небесный жених. И он это хочет. И он любит нас. Его милость обновляется к нам каждое утро. Господа нашего Иисуса Христа. Если я печален, если вы печальны, Он наша радость. Слава Ему. Если мы слабые, Он наша сила. Слава Иисусу. Он великий Бог. Общайся с Ним. Говори с Ним. В простых отношениях, как брат говорил, просто попросил. И Господь говорит, я хочу, чтобы ты сам научился доверять мне. И я буду тебе объяснять через сновидение. И буду показывать, как легко со мной общаться. Сегодня, дорогой друг, общайся с Ним. Руф получила освобождение. Она держит ребенка на руках. И вы знаете, эта история Руфи, она очень запала мне в душу. Я когда читаю или слушаю про это, я говорю, Господи, как оценить то, что ты посмотрел на меня? Ты бросил свой взгляд. И вы знаете, как в каком-то переводе я читал, за то, что в кровях была. Говорит, ты лежала там на обочине, в кровях, и дергала ногами. И я не погнушался. Я наклонился к тебе. И я взял тебя. И для тебя приготовлю небо. О, слава Богу нашему. Итак, Руф книга «Верная Моавитянка», которая, согласно закону, вне народа Божия, во второзаконе мы пишем, она не принадлежала к народу Божьему. И она посредством благодати получает доступ. Она посредством благодати получает доступ к этому народу. Благодарность Господу за благодать. Слава Богу. И мы спасены не по делам и не по заслугам, а по великой любви Божией, по его благодати. Сегодня ты здесь, потому что благодать его работает. Слава Богу нашему. И вот Воз является символом небесного жениха. Мы здесь читали в истории, который берет в себе искупленную. И вот ключевое слово, центральное книги Руф, мы сказали, это выкуп. Тема книги «Выкуп», «Искупление». И Руф Воз искупил. Он женился на ней. И мы видим потомство дальше. И в период Ветхого Завета, мы читаем здесь, Бог показывает, что в период Ветхого Завета, он не связан только с определенными людьми. Вы посмотрите, язычники. Мы знаем, что из Слова Божия, что он не связан только с определенными людьми, с еврейским народом. Его милосердие простирается на все человечество. На все человечество. Рааф, Руф, они из язычников, но они вошли в родословную Иисуса Христа. Они входят в родословную Иисуса Христа. И мы видим в книге Руф, что Бог является также Богом вдов. Он является Богом вдов и сирот. Они не оставлены, они пред присмотром. Если сегодня ты один из них, не унывай друг. Может, ты, сирота, сегодня здесь находишься и думаешь, все меня оставили. Помни, Бог о тебе помнит. Он помнит о тебе. Он Бог сирот и вдов. Книга Руф о верности и любви. И об искуплении. Эта история произошла с Израилем, в израильском народе, в период духовного упадка Израиля. Но там были личности духовные, как мы сказали, хорошие личности, такие, как Вооз и Руф. Небесный жених Вооз берет к себе возлюбленного. Иисус искупил нас. Друзья, закон не мог, ни заповеди не могли, потому что они могли бы потерять свой авторитет, свои стандарты понизить. А Иисус не погнушался. Он подошел и искупил нас, и поднял, и готовит вечность. Скажем, слава Ему за это. И благодарность Господу, что вот эта книга Руф, она оставлена на страницах Библии. И когда мы читаем, мы сопоставляем к себе, я все время думаю, Господи, великое Ты совершил для меня. Великое Ты совершил, что не могли никто сделать, а Ты меня искупил. Слава Богу. Давайте мы преклоним колени, поблагодарим Господа за чудное Слово Его, которое мы сегодня слушали, братья говорили сегодня. Пусть будет прославлен Иисус, наш небесный жених Вооз, прообразно, как мы говорим, который совершил для нас искупление. Слава Богу. Аминь. Молимся. Аминь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова